Лучшие юные дзюдоисты пяти стран вышли на татами, чтобы решить, кому достанется кубок подзюдо в честь Дзигара Кано. Международный турнир проходит во второй раз. В этом году решили сделать его командным. Юноши и девушки до 18 лет выступали в восьми весовых категориях. Турнир очень значимый, так как имеет политическую составляющую. И, конечно, он очень важен для каждой страны, которая участвует в этих соревнованиях. Каждый хочет раскрыться, победить, показать максимальный результат, как тренеры, спортсмены, руководители делегации. Как и предполагалось, в финале встретились главные фавориты – Япония и Россия. Перед началом президентских поединков счет на экране был 5-5. В первых рядах наблюдали за борьбой Владимир Путин и Синдзо Абе. Турнир проходит под их патронатом. Через пару мгновений на ковре уже лидировала команда России. Однако Япония сумела быстро сократить разрыв и сравнять счет. В заключительных шести встречах борьба продолжилась с тем же накалом, что и в первой части финала. Наши дзюдоисты смогли выйти вперед при счете 8-6. А поставил точку в этом турнире Иосиф Симин, который был неудержим в партере и жестким болевым выбил себе решающее золото, а также звание лучшего дзюдоиста турнира. Таким образом, общекомандная победа досталась россиянам. Серебро у японцев, а третье место заняли корейские спортсмены. Напомню, что второй турнир имени Дзигара Кано проходил под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ. Вдобавок, эти соревнования послужат огромным толчком в карьере местных начинающих борцов. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов. Новости спорта на восьмом.